Нас радовать как зрителей, как комментаторов. Ребята, еще раз всем привет! Это Норс против Фнатик. Первая карта Мираж. И Норс будут начинать в защите. И это уже очень интересно, учитывая то, что у них только армор. Нет диффузов, опять же, как всегда. Я считаю, что это очень плохое решение. Не так сильно влияет армор на игру, как диффузы. Наличие диффузов. Интересно посмотреть на Фнатик с точки зрения тактики. Два игрока стоят в яме под точкой А. Два выходят с андерпаса и будет чуть позднячковый такой сплит от Олофмейстера. Ой, какая хорошая флешка. Там на джангле слепый игрок и врыв просто отживи. Делает антрекилка. Отвечает на сэндвичи, но в плюс размениваются Фнатик. Как же жестко на самом деле. Мэджиск работает через Сити. Так, пока что идет дальнейший выпад команды Фнатик. Олофмейстер замечает Эйзи. И эта дуэль была очень важной. МСЛ. Так, там с бомбой. Флюша, куда ты идешь? Нужно срочно устанавливать этот пакет. Кримс забирает Мэджисбой. Ситуация 2 в 2. Доктор Кримс тут восстановил статус-квот. Два в 2. О. О. О, это красиво. Но Эйзи нет диффузов и он должен здесь пушить. Ему нельзя стоять, потому что время конечно же играет на пользу команде Фнатик. Ну и нужно отметить действительно Кримса. Уже он сделал 3 килла. Смотри, как задергали сейчас Эйзи в начале этого выпада через джунгли. Соответственно, нужно читать. Кримса читает там красный Флюша. Всего лишь один потрат. Да нельзя же на морозе диффузе 10 секунд. Или можно? Флюша, неужели не выйдет? Ай-яй-яй-яй-яй. 4, 3. Ну Флюша, рано или поздно должен ворваться и он падает. Он красный был. А вот теперь по-моему успеет. Успеет. Должен успевать. На последние просто секунды должен успевать Эйзи диффузить эту бомбу. Да так и получается. Это несправедливо. Должен был быть наказан за отсутствие диффузов Эйзи и команда Норс. Друзья, ну опять же не так сильно влияет наличие армора у того же Эйзи вот сейчас. Да? Вот посмотри ситуация игровая. При том, что игрок атаки в принципе все делал правильно. Да. То есть не сразу же делал выпад, потом отчитал там 5 секунд. Так. За эти 5 секунд заперли. Но если не раздиффузил, значит уже либо продолжает диффузить без диффузов, либо не диффузит. Да. Это действительно очень грамотная игра от игрока команды Фнатик. Но все-таки не отнимешь того, что Норс потащили первую пистолетку и уже у них классная ситуация по экономике. Только пистолеты у защиты. Понятно, что в следующем раунде мы увидим АК-47. Фнатик играет очень медленно. Олаф выходит из андерпаса. Минус Олаф от конфига в коннекторе. Ну и бомба стоит в яме. Кримс на коврах. Два игрока в аппер-миде. У Фнатик, ну, медленно играют. Потеряли Олафа, но при этом все равно не оставляют попытки сделать киллы. Три УМПшки от Норс. Также МК от Каджумба и от Тейзи. Конфиг на голове затыкнул игрока в Пелосе. Джи Виз Диглом. Джи Виз Диглом, кстати, довольно опасный парень. И, в общем-то, вот у нас Симпл есть такой яркий представитель. У нас еще есть Ника в команде Моу Спортс. Наверное, самый яркий представитель, которого этот Дигл просто поет на руках. Конфиг забирает Джей Дабл. И пока что три в пяти нет размена. Хотя Конфиг очень красный. Три уже ноль. ХП все-таки Флюша его добирает. Эйзи не выпускает Дениса на Зиг. Бомба уже под его ногами. Менеджерс Бой забирает Кримза. Последний Флюша. И куда нужно идти? Нужно идти хотя бы для кого-то. Для одного фрага. Чтобы заработать. Эйзи может отлететь. Нет, все-таки выживает. Там 6 хп остается у Филиппа. Ну и МСЛ добирает последнего оставшегося игрока команды. Фнатик 2-0. И есть те самые АК-47 на руках у Кримза и компании. Ну, бай будет. Да, бай мы этот прогнозировали. И я думаю, что Норс также понимали, против какой экономикой они сейчас будут играть. Олаф Мейстер пока без фрага. Или это глюп? Подожди, Олаф же сделал минус пистолетным. Да? А почему у него ноль сейчас? Это баг на баг? Баг-баг. И багом погоняет. На самом деле, да. Статистика у нас действительно может давать сбои, дорогие друзья. Так что вы на нее особо не смотрите. Деннис. Рыше всего находится к этой позиции Мейджи сбои на сэндвиче. МСЛ с емпшкой забирает GW. Это было на точке B. И сейчас фнатикам нужно срочно выходить, потому что они потеряли одну позицию. И МСЛ тут же дал инфу. Кэджунби не перестреливает полпозиции. Его просто добирает Флюша вместе с Деннисом. Ну и здесь ошибка также от Мейджи сбоя вышла. Два красных у Фнатик. Конфиг сейчас может забрать двоих. Увидел бомбу. Так, Деннис должен забирать бомбу. И нужно уходить на другую позицию, потому что сейчас нет контроля карты от Фнатик. И как же, Конфиг здесь отлично сыграл. Но он явно не знал, что там два красных. А может даже, кстати, знал. Возможно, залетала такая МСЛ. Но уверенности делает минус. На Кримзе, на точке B. Но Олаф отвечает. Он в коннекторе. Ситуация 2 в 1 для него. Но бомба лежит в пите. Да, и 47 секунд до конца этого раунда. Хорошая позиция у Эйзи. Для того, чтобы просто давать инфу. В яме находится Конфиг. Выпад от него. И перекрестный огонь работает. Потому что Эйзи тут же делает выпад. И он оказывается успешным. Это 3-0. И тут уже точечно как-то сделали Норс. Какую-то агрессию она сработала. На самом деле, МСЛ поджимает точку B. Забирает JW. Потом движется обратно. Соответственно, перекрылся также мидл. Фнатики там не смогли особо развернуть свои действия. Ну и потом уже большинство разыграли как нельзя лучше датчане. Посмотрим, чем сейчас ответит Фнатик. Ну, в плане тактическом. Потому что прошлый раунд, вот если его взять, так проанализировать с точки зрения стратегии, то довольно тяжело понять, какая была задумка. Как-то вот Фнатики пытались в стиле Готцентов атаковать по всем фронтам. Флюша там, видимо, у Пронокса набрался. И вот Фнатики, конечно, выглядят в атаке на старте этой игры не очень. Хотя пистолетка была довольно интересной. Нужно подстроиться. МСЛ, нужно подформить Флюшу. Да, так и получается. Капитан команды Норс остается очень красный. Но все-таки 2 минуса 1200 заработал. Так что экономическое вкрапление уже есть. А в ОП появляется у Кэджин Би. Также будет, конечно же, армор. Все очень хорошо по экономике у Норс. И вновь 5 калашей от атаки. В прошлый раз такой сетап не сработал. Сейчас посмотрим, что Фнатики сделают. У меня вопрос этот не покидает. Я помню вчерашний мираж от MoSport. И это было очень круто. Вот увидим ли мы что-нибудь подобное от Фнатик. Пока Фнатики довольно активно накидали гранаты на медле. Тусят они там. Три игрока. Дживи уже в Солянова, как всегда, пытается здесь найти фраг на точке Б. Ну пока вот 1-0 в пользу капитана команды Норс. МСЛ уже убивал оппонента. Кэджин Би просматривает через дик. Выход на мидл. Так что за ящиками находятся три игрока команды Фнатик. Будет раскидка. Кэджин Би. Промахивается. Кримс тут же падает. Уже 5 на 4 ситуации. Слишком легко, согласись. То есть как-то такое ощущение, что Фнатики даже не подозревали, что там может стоять АВП на шарте. Да, так и есть. МСЛ под флешку тоже готов врываться на дом Б. Там у нас до сих пор находится один из игроков команды Фнатик. Флюша отлетает без шансов абсолютно. Еще и Флюша остается очень красным на миде. 4 холлс-поинта. И тот же выпад от конфига. Как же тайминги сейчас работают в пользу команды Норс. Но везет сильнейшим. Ты знаешь, тайминги не тайминги. Обрати внимание просто как играет Фнатик. Ты видишь как они играют? Медленно. Медленно и по одному. Нету какой-то уверенности. Нету какой-то даже игры парами. Знаешь, даже игры звеньями. Вот Дживи пошел в соло на Б. Он просидел там весь раунд. В итоге его МСЛ просто перестрелял. То, о чем мы с тобой говорили перед началом этой встречи. То, что против G2, против Энви. Это могут работать вот эти точечные выпады от сверхопытных игроков команды Фнатик. Но Норс играет вместе. И эта игра, конечно же, приносит свои плоды. Кэджин Би забирает также флюшу. Он был красным. Деннис последний. Ну и здесь у него не та самая позиция, где ты тащишь. Раунд один в четыре. Он только одного конфика забирает. Тут же получает хэдшот от МСЛ. Кисло. Это пока что боль для болельщиков команды Фнатик. Но это начало. Понятно, что там истолетку зафейлили. Дальше первый оружейный. Но второй тоже залетел как-то вот. Ну не то чтобы без шанса. Понятно, что какие-то там моменты были. За что могли вот Фнатики уцепиться. Но в целом пока что Норс смотрится по предпочтительной на этой карте. Ну и Фнатики очень кисло. Очень кисло, очень вяло. Но делают бай. Уже экономика такая, что решили покупать. При этом гранат совершенно нет. У Фнатики в своем стиле будут сейчас душить. Олаф Мейстер делает минус по Мэджик Бой. Могут быть проблемы у Норс. Но конфиг не сдается. Отличный минус от Кейджин Би. В итоге Фнатик делает еще. Фнатик это Деннис, который ворвался на стейл. Сделал два минуса. Флюша выходит с андерпасса. Минус по Эйзи. И вот этот раунд, конечно, выглядит намного симпатичней. Норсу на самом деле сами отдали. Да, нет. Я все-таки не соглашусь, что сами отдали. Тут уже Фнатик, знаешь, как загнанный в угол зверь, просто начал уже метаться в разные стороны. И в итоге, просто ты видел, они сделали бай. У них было там две флешки, по-моему. Все. На всю команду. И они уже сыграли агрессивно от ситуации. Просто вышли на пит. Мэджис на самом деле очень неуверенно сыграл. Да, ты там откинул гранату. Но в целом так вот начал просто топить. И слишком простой фраг был для шведов. Дальше у нас действия в следующем раунде через мидл. Занимается данная позиция Фнатиками. Дальше можно решить уже, куда пойти. И в целом на это согласны. Норсу, они просто отдают центральную позицию. Но здесь уже, может быть, Эйзи заберет Джейдабилю. Я понимаю, что в этом раунде Еспер действует с АВП. И есть возможность даже убить Кейдюн, но нет. Нет. Тот был намного быстрее. И в целом позиция была лучше у игрока защиты. Фнатик решили сыграть через мидл. Кримс подбирает АВП. Мэджикс Бой у нас под коврами. Его убивает Флюша. Я так и не понял, где это произошло. Откуда? Так. Флюша. Где Флюша? Подожди. Флюша. А, он... Это Олаф был на джангле. А, Флюша под коврами. Он прострелил своего оппонента. Также выход будет от Кримза. Ой, не от Кримза, а от Денниса с ямы выходит. Ситуация 2 в 4. Деннис отличный хэдшот по конфигу. Ну, это здесь такой... Для Денниса типичный ФПЛ, знаешь. Типа, надо потащить меньше, но больше. Пойду развалю так. Знаю позицию там. Знаю позицию там. Пойду развалю там. Пойду развалю там. Изи катка 2 в 2. Здесь ни в коем случае нельзя было погибать снайперу команды Норс в этой ситуации. Просто контролить. И, соответственно, МСЛ проседает очень сильно. 45 хп остается у Денниса. И по флешку нужно врываться. Деннис отворачивается. Тоже получает от капитана вражеской команды. 2 в 1 ситуация. Флюша под коврами. Молотов. Все-таки не туда. На крысу полетел. Здесь нужно прочекать МСЛ в первую очередь. И он это делает! С 10 хп! Какой жесткий хэдшот залетает и тут же выстрел в тело. Это Дефус. Это 6-1. Это капитан. Это капитан, который просто похоронил тут Фнатик. Вроде появился довольно серьезный шанс у Флюша и у Денниса. Благодаря двум великолепным минусам от Денниса. Он, кстати, был у них ингейм-лидером до этого момента. Мы только что посмотрели очень красивый раунд. Очень красивые минусы от обеих сторон. Соответственно, здесь МСЛ. Тут не часто мы увидели такую стрельбу от этого парня. Ну, вот в самый важный момент смог собраться. Кейджин Би отвечает за мидл. Там уже олфмейстер готов просто ворваться через этот зиг. Парапет у нас не работает для команды Норс. Нет, все-таки Эйзи наконец-то выходит. Есть размен. 4 на 4. И тут уже горячая точка продолжает просто кипеть. Эйзи делает минус по Кримзу и, опять же, меньшинство для Фнатик. Вот Деннис делает минус в Мэджик Сбой. Но вот смотри, все равно, какой характер игры, как действует Фнатик. Они все равно играют по одному. Все равно по одному. Деннис вышел из ямы. Джей Ви вышел на Б. Ну вот, друзья, но Фнатики не вернутся, если они будут так же играть вот в таком ключе. Это несерьезно. Это реально просто несерьезно. Так и есть. Мы, вот, я вспоминал сегодня Моус Спортс на Мираже, как они вчера Астралис перебили. Вот, ты знаешь, Фнатик нужно взять просто посмотреть демки Моузов. Вот чему-то им поучиться. Потому что то, что они сейчас делают, это вот просто копия вот этого Годсен Стайл. Это, ну, это отвратительно. Это отвратительно и это непозволительно такой команде, таким игрокам вот так вот играть. MSL. 13 на 3. Пока что ведет свою команду вперед. В целом лучший игрок на сервере и сейчас Фнатики решают с пистолетами выйти на мидл. Та самая позиция, которая тяжелее всего отыгрывается с этими девайсами на руках. Ну и конфиг уже замечает Флюшу за ящиками. Здесь должен быть простой минус, если Флюша дальше будет так активно пикать оппонента. Тут вдвоем вместе с Олафом решили выйти. Ну и запинали все-таки одного из игроков команды Норс. Эйзи замечает еще одного. Нужно просто отойти. На дистанции легче всего будет отыгрывать. Киномический раунд у нас от Фнатик. Опять же попытка где-то сделать киллы. Ничего не получается. Ну есть размен, но в целом мы видим, что да, на ЭКО тут. Ну когда у тебя вот. Опять посмотри, они по одному ползают. MSL перестреливает JW постоянно, то это проблема. В целом, ребята, послушайте, когда MSL находится на топе статистики, это уже о чем-то говорит. Это говорит о том, что фнастики пока не могут проснуться, у них ничего не получается абсолютно. И они, что самое главное, ничего не предлагают оппоненту. Они не заставляют его двигаться, не заставляют принимать какие-то критические сложные решения. Тут просто все сидят и отыграют на своей позиции. Это как тренировка от ИГШа на своих местах. У нас от MSL сейчас зависит многое. Ему нужно остановить выход на точку B и установку бомбы. Но это было бы очень неплохо. Ой-ой-ой, это проблема. Может быть, MSL, мы немножечко его перехвалили. Ситуация 4 в 3, сплит. О-о-о-о-о, фнатики цепляются за раунд. Ситуация уже 3 в 2, есть калаш. Да, и Кейджин пока что не может действовать через Китчин. Здесь ни в коем случае JW нельзя отдаваться. Флешка в никуда. И есть инфа, как минимум по одному игроку команды фнатик. Деннис пока что за Форестом, также на машине Кримс. Так, неплохой хэйшот по Деннису залетает. Тут дальше стреляется. JW нужно убивать. Кейджин Би так и не получается. Кейджин Би перестреляет. 7... Ну, тут очень тяжело. 77 хп остается у Мэджис Боя. Нужно уже помогать своему тиммейту, который убивает все-таки Денниса, который был вот так красный. Нет и фузов. Есть. Второго есть. Да. Успевает. 8-1 это уже победа на первой половине этой карты. Норс смотрится очень круто на самом деле на фоне таких фнатик. Но сейчас были огромные проблемы из-за того, что МСЛ там не смог совладать со своим спреем. 8-1 и пока фнатики не могут нащупать слабые места у оппонентов. Ну, понимаете, друзья, очень тяжело анализировать самим даже, самим в атаке игрокам, да, за террористов, тяжело анализировать игру, когда вы просто играете вот по одному. Ну и совершенно, смотри, не готовы к поджиму медла. Норс выигрывает этот поджим полностью. Конфиг, Хейзи делают два минуса. И фнатики, фнатики, они не ждут поджима. У них нет вообще, у них нет никакой конструктива в игре. Мы его просто не видим. Кэджин Би делает минус с коннектора. Команда фнатик играет, ну, по факту, если честно, я вижу без тактик. То есть нету. Ну, ты видишь тактику? Нет. Я не вижу тактику. Один раунд, который они взяли, помнишь, это был раунд такой волевуха, ну, такая хорошая, волевой бай с двумя флешками, там они купили, вышли в яму, подловили на ошибки, ты отмечал там игру конфига, Мэджикс Боя, что не сам лучшим образом отыграл. Ну, и там как-то, мол, все мы списали в итоге на то, что Норс продали раунд. Но не фнатик его взяли, да, ну, вернее, они-то его взяли, но я имею в виду, что там по факту они не должны были его брать и объективно не заслужили на него. И вот эта история продолжается. Фнатик продолжает играть, ну, плохо, просто плохо. Надо называть вещи своими именами. Падение, падение команды Фнатик на первой карте в матчапе против Норс. Деннис попытается, конечно же, выйти на точку Б, но в целом там в спине уже находится оппонент, который был на ладо-руме, и Деннис на Эдварде погибает. Это был МСЛ, который не промахивается. В этом раунде так точно 9. Можно, пожалуйста, таб нам посмотреть? Так, с единичкой сидит JV, 3 фрага Олаф, Кримс, Деннис. Ну, тут на самом деле то, что у JV единица, а у Флюша с Деннисом восьмерка, это ни о чем не говорит. Интересная стата у Мэджикс Боя, 3 фрага. Ну, у него мало работы, но он что-то пока, если честно, не может включиться на все 100%. Но включаются остальные ребята, так что это вот ключевой момент. МСЛ и конфиг. Ну и вновь нет денег у шведского коллектива, только пистолеты. Это 3 тека, 2 дегла. Это JW вместе с Деннисом. И просматривается агрессия на точку Б. Вновь хотят выйти на МСЛ. Ну, видимо, считают, что здесь слабое место. Хотя мы видели, МСЛ показывает очень хорошую стрельбу. Ну и там тяжелый армор. И, в общем-то, справиться будет не так уж и просто. Флешки. Отличная флешка на МСЛ. Он слепой начинает заливать, делает один минус. Деннис отвечает. Но Кейджун Би работает в шарте с АВП. Бомба будет установлена. Но здесь ретейк 4 в 3, конечно, смотрится намного предпочтительнее этой команды Норс. Агрессия от него уже вырвается через Китчен. И получает это Лофмейстер. Это то, о чем мы с тобой говорили. Это агрессия не окупается. И здесь он был просто один-одинешник. Кейджун Би забирает флешу. Уже 3 на 2. Ситуация на бомба уже тикает. Нужно поспешить. Лофмейстер вместе с Джей Ви. Джей Ви на пленте. Олов через очень агрессивную позицию. Они оба делают по минусу конфиг. Нет, не переслез Джей Дэбл, который делает 2 минуса под концовку этого раунда. И все-таки Фнатика его добирает. Вот видишь, выход с пистолетами на МСЛ все-таки сработал. Вот он слепущий, там затопил. Отдал М-ку, с которой делались ключевые минусы после. У меня вопрос. Окей. Окей. Сработал. Взяли раунд. Дальше что? Как много раундов они возьмут вот таким образом? Сейчас может быть такая же история, как вот на карте Cobblestone между командами Na'Vi против Virtus.pro. Потому что вот защита очень много брала раундов, но потом вот несколько ключевых проигрывает и абсолютно нет денег. Потому что вот сейчас, обратите внимание, Норс закупились просто под ноль. Да. 9-0 тогда, ну не тогда, 9-1, да, 9-0 был счет. Ну, это опять же, видишь, так или иначе мы видим, что Фнатики все-таки делают киллы. И зарабатывают, вернее не зарабатывают, а наоборот. И портят экономику. В предыдущем раунде снова вот какие-то неоправданные действия от Эйзи. Этот врыв в никуда, отдача еще одного девайса, ну и потом вот. Не, ну не то, чтобы врыв в никуда, это называется очень просто. То есть это мы просто как-то, знаешь, вот берем, анализируем раунд и просто говорим о том, что Эйзи пошел сам в ситуации, когда делается ретейк. Хотя должен двигаться он одновременно еще с кем-то, должна быть поддержка. То есть он выходит, видит игрока на бенче, он не делает минус, значит второй, который с ним выходит, значит должен разменять его. Если Эйзи выходит сам и не делает минус, то, естественно, это ошибка. А если бы сделал минус, все равно бы это была ошибка, в любом случае. Отлетает JW вместе с Кримзом, еще один минус от снайпера команды Норс. Отличная стрельба с этой винтовкой на флюша вместе с Деннисом отвечает. Остается только один Деннис Эдман, еще один хатшот по Мэджик с бою. Это уже 1 на 2 и можно тащить, можно отыгрывать по максимуму эту ситуацию, но время играет против последнего оставшегося в живых. Какая команда Фнатик просто вдвоем решает под смок, под флешку это ворваться. И Деннис тоже самое делает в этот смок, но МСЛ к этому делу готов. Хорошее решение, вот это вот под флешку подпушить. Но вот то, о чем я говорил. Взяли позапрошлый раунд, да, это был форсбай. Но где, что, раунды, тактики, их нету, их нет. И то, что мы сейчас видели от Фнатик, это было изи принято Норсами, да, то есть они законтрили это полностью. И Фнатик, вот взяли два раунда, и опять же эти два раунда были с плохим баем, то есть это такие волевые раунды. Мэльс Бой, близ дистанция, возле ямы, опять неоправданная агрессия. Но есть еще один боец, который может пресечь этот выход от команды Фнатик. Кэджун 2 врывается под флешку, тоже не получается. Еще раз скаут работает от Денниса. Опять берут форсбай. Опять берут реально бай, в котором они закупаются на все последние деньги. Ну 3 в 4 не то чтобы берут, но должны вроде как забирать. Фнатик не должны такое отпускать. Флуша, Флуша, один, опять, опять. Неправильно сыграл на самом деле? Опять же, у вас преимущество, вы ставите бомбу. По большому счету атаковать не нужно. Если вы атакуете, атакуйте звеньями, не атакуйте по одному. Продолжается ретейк. Мэльс Замечает оппонента, она не идет, забирает уловмейстера без каких-либо проблем. Стоит отметить, что бомба стоит не на яму. Кримс выходит просто в смок, забирает оппонента. Ситуация один на один, конфиг. Сможет ли? Нет, не получается. Кримс 21 хп у него остается, но он все-таки оформляет последнего врага. Это третий раунд для команды Фнатик. Опять флешбай берут. То есть берут опять бай с очень плохой экономикой. Это говорит о том, что нету тактик, нету нормальных тактик. Играют каждый раз, знаешь, вот когда берут уже все. Вот сейчас на волевых вот нужно брать. Берут, покупают пистолеты. Там четыре пистолета, один скаут и в итоге выигрывают раунд. И в итоге у нас сторона может закончиться со счетом 10-5. Это, конечно же, предпочтительно для команды Фнатик. Радуются болельщики. JW уже проходит через Зиг. Там только капитан MSL. Ему сейчас будет очень сложно, потому что со всех сторон будут стволы Фнатика. В принципе, JW забирает MSL. Ну вот ситуативно сейчас по раскладам хороший пуш от Фнатика. Они сделали сплит, выход на точку B через Short. Мы наблюдали как раз-таки, как GV двигался. И через B Palace. И вот здесь, конечно, решение очень хорошее с точки зрения тактики сейчас. Вообще, в принципе, решение и понимание того, что экономика наверняка не самая лучшая. Быстрый раунд от Фнатик через Middle, через B Palace и приносит плоды. И сейчас 10-4, и на последнюю у North тоже денег нет. Да. То есть вот так вот играли-играли плохо кое-как всю дорогу, а в итоге, в общем-то, и могут заканчивать первую половину с неплохим счетом. Да, огромная работа была проделана датским коллективом. Но сейчас все сводится просто на нет, потому что Фнатики могут вернуться. Ну и в большинстве благодаря Деннису, который почувствовал просто стрельбу и делает ключевые минусы при выходах команды Фнатик на один из плентов. Ну и по экономике то, как ты и сказал. Тут можно закупиться некоторыми UMP-шками, можно дополнить просто эти пистолеты. Так и будет. Ну и гранаты тоже будут. Эйзи со скаутом. Два скаута. Кэджин Би, интересно, куда они пойдут. Последний раунд для двух команд. В первой половине быстрое занятие уже медла от Фнатик. Нет, не занятие. Все-таки это просто молотов. Кэджин Би не дали выйти с коннектора. Джи Ви опять откидывает смок. По-моему, Фнатики решили сделать то же самое, что они делали в прошлом раунде. Ну что-то похоже. Только немножечко, может быть, медленнее. Да? Да, то же самое. Медленнее MSL. Должен сейчас прочекать просто лады рунды. Не деться, возможно, в эту позицию для того, чтобы просматривать потом Зиг. Да, так и будет. Но пока что Фнатик не спешат. Бомба до сих пор в доме. Эйзи ошибается, но все-таки пока что противника прощают. MSL не самый лучший спрей. Джей Ви просто с разворота забирает. Эйзи с машины. 5-7 работает против Олаф Мейстера. Ситуация 3-4. Еще конфиг подключается. Джей Ви отлетает. Конфиг! Еще один минус! Ситуация 2-2. Это Кримс и Флюша против... Ладно, Флюша уже нет на этом сервере. И в этом раунде конфиг вместе с Мейджи с боем 2-1. Кримс очень красный. И у него нет бомбы. Это самая большая проблема команды Фнатик в этом раунде. Дальше будет очень сложно пройти, потому что он потерял тайминг. Нормально там раздал борща с фасолью конфиг, если честно. Тут, конечно, раунд полностью на нем. Три килла важнейших при сплит-выходе на точку Б от Фнатик. Ну и мы видим, что Норс оказались готовы к этому. Видимо, даже прочитали. А МСЛ такой, знаешь, подумал-подумал. Ну, пацаны-то играют довольно плоско в атаке. Прошлый раунд был сплит-пуш-Б. Ну, может быть. Может быть. Да, да. Может быть. Давайте примем точку Б конфиг. Ты с деглом? Иди сюда. Давай. Там, где были реально очень крутые выпады. Вот он просто с одной всех сбревал. И тут действительно раунд имени конфига. Раунд имена этого господина. Конечно же, он и является, в кавычках, виновником счета 11-4. Ну и сейчас фнатики должны задуматься над тем, чтобы забирать вторую пистолетку. Потому что если не она, то Норсы все-таки должны заканчивать своей победой на карте Мираж. Ну, первая половина, конечно, очень хорошая. Тут действительно и пистолетка. И даже в целом, наверное, вопрос даже не в пистолетке, а вот в характере игры. Это та как раз-таки история, когда мне кажется, что не сильно повлияет пистолетка на вторую половину. Ну, слишком. Хотя, опять же, знаешь, одно дело игра в атаке, когда ты играешь так, а бы как, как играли, собственно, фнатик. А другое дело, что они сейчас станут в защите, и у них не будет таких сложных задач, которые были в атаке. Да, когда нужно выбирать направление атаки, когда нужно собирать инфу по передвижению оппонентов и как-то анализировать и, соответственно, принимать решение, контр-решение, да, для того, чтобы как-то там заходить на тот или иной план. Тут нужно стоять, да. Я стою там на джангле, я стою там на машине, да, и просто смотрю в точку, мне нужно убивать. Да, в общем-то. Ну, там окей, хелпа, пошел на хелпу. С этим они могут справиться, учитывая, что они еще любят очень агрессивно играть. То есть играть по респам, это те самые старые фнатики, которые могут поджимать, и с этим множество команд не могли справиться. Но я думаю, что Норс тоже знает, как, в принципе, играют фнатики этой вариации состава, скажем так, что они в любом случае помнят. И сейчас вот, ну, у них все козы на руках, им, конечно же, нужно сейчас забирать этот мираж и переходить на оверпасс. Я вот что-то подумал, что очень сыро на мираже смотрится фнатики, им нельзя играть эту карту против, не знаю. Команда фнатик вообще мираж особо не играла раньше. Ну, так, чтобы сильно они никогда не отыгрывали именно эту карту. И для меня вот остается вопросом, почему именно они оставили вот эту карту вообще в пике на ESL Pro League. Потому что фнатик, они, я помню, что проигрывали вот большинству команд вообще не только в онлайне, но и на лане. Вот именно эту карту, это была одна из самых слабых и карт. Именно мираж. Вот, и здесь уже вопрос, может быть, действительно будут тренировать. Может быть, новая эра с точки зрения мапула будет у фнатиков. Ну, нужно в любом случае, если вы старый состав вернули, то нужно что-то новое приносить. И фнатик не забанили, очевидно, одну из самых сильных карт своего оппонента. Очевидно. То есть для Дигнитас, для бывших Дигнитас, для Норс, карта миража одна из самых сильных. И фнатик не забанили ее. То есть, хорошо, давай тогда подумаем, что фнатик забанили. Что фнатик на сегодняшний день не хотели играть против Норс, вот мне интересно. Все еще кроме оверпасса. Ну, это на самом деле логично. Ну, ладно, посмотрим после этого пистолетного раунда. У нас раскидка от команды Норс. Деннис идет прямо в руки своим врагам. МСЛ его забирает. Это Пистол Кинг, который здесь даже не смог нормально там пострелять. Неплохая хаишка взлетает под Кейджин Би и МСЛ. Дальше работают на джонгле. Флюша вместе с Кримзом забирают. И Кейджин Би и МСЛ. Это было очень сложно, но они смогли с этим делом справиться. Три на три, но бомба-то стоит. Ой-ой-ой, там слепой врывается к Флюше. Слепому Флюше врывается конфиг. У Луфмейстер отвечает. Ситуация 2 в 2 и у Кримза есть дифузы. То, за что я журил команду Норс. У Фнатик с этим все в порядке. Но Эйзи... У Эйзи все хорошо со стрельбой. Как и всегда, У Луфмейстер тут же отлетает и Мэджис Бой. Выпад от него через парапет. Уже действует один из игроков команды Норс. Кримз решает просто поджать. И не получается даже подобрать еще один пистолет. Потому что в его основном патроны закончились. Так, как и закончились все игроки команды Фнатик в этой пистолетке. 12-4. Это уже огромная заявочка на то, чтобы забрать этот мираж Норс. И видишь, ничего не придумывая, просто вышли через яму. Там была какая-то, понятно, что раскидка. Смоки полетели, флешки. А Деннис? Ну, Деннис тут вне позиции оказался 100%. Так он сам виноват в этом? Кто виноват в этом? Норс? Или это, о боже, какой неудачный тайминг. Ой-ой-ой, как же не повезло. Да это просто плохая игра. Во-первых, сколько раз уже говорилось об этом. Друзья, если вы решаете поджать, делайте это вдвоем. Почему по одному? Я вижу такую же историю. Вот мы сейчас видели за Денниса, который поджимал яму. Такая же история, помнишь, была у того же Сизда, который, например, на мираже держит B. Он просто может в пистолетном раунде в соло поджать small kitchen. То есть, опять же. И это не только Сиз делает. Это многие команды делают, многие игроки так делают. Я вообще не могу понять. Друзья, ну вы жмете. Ну жмите вдвоем. Ну один это всегда, это так. Это даже не 50 на 50. Это чаще... Возможно, где-то слишком много останавливаешься на ошибках команды Fnatic. Все-таки Норс играет хорошо. Я считаю, что это больше заслуга такого счета. Команда Норс, чем Fnatic, у которой в принципе... Команда играет хорошо. Это бесспорно. Но есть другая ситуация. Это игра ошибок. Кто ошибается, тот и проигрывает. Кто допускает больше ошибок. Очевидно, что Деннис допустил ошибку независимо от того, как сыграла команда Норс. Сто процентов. Ну разве нет? Сто процентов. Так и есть. В целом, уже то, что они пошли таким большим скоплением под раскидку, под точку А, раскидали, вышли, убили противника, который был вне позиции, это уже плюс. Это то, что они сыграли. Они сделали то, что должны были сделать. Они сделали свою работу. А Деннис свою работу не сделал. Вернее, он ее сделал очень прошиво. Но во время первой стороны он делал ее хорошо. Почему я должен говорить о том, что он сыграл плохо, если он сыграл... Почему, вернее, я должен говорить о том, что он сыграл хорошо? Или я там не имею права его критиковать? Это очевидная ошибка. Друзья, возьмите игру, посмотрите на пистолетный раунд, включите демку, посмотрите на позиции всех игроков, посмотрите на счет, на ситуацию на карте, и вы поймете просто... Это не то, что я там сказал, он плохо сыграл. Это элементарный анализ и логика. Все. Еще один раунд сейчас могут забирать нас Норс. Выход уже. Готовится на счет 14-4. Кейджин Би, классная судьба по Клинзу, который просто в одиночку поджимает мидл. И еще один Джей Дабл Ю. Да ладно, это пирожки, которые ест Кейджин Би без каких-либо проблем. Но почему вот как-то по одному? Это, конечно же, ошибочное действие от фнатиков. И вот самый заряженный в этом раунде это Флюша, у которого есть по 250-й и второй армор. И он у нас отвечает за точку Б. А там в близ дистанции находится Мэджис Бой, который, в принципе, слышит передвижение оппонента, который уже находится на парапетике, и Мэджис там пытался смок прошить, пока что не получается. Флюша все-таки выигрывает эту дуэль, и есть возможность забрать Галил. Ну и Галил было бы неплохо засейвить на следующий раунд, если что. При этом мы видим, что Норс, потеряв игрока как раз-таки на Б, уходят на эту точку. То есть очевидно, что они собираются выходить на эту позицию, и, в общем-то, выглядит это довольно грамотно. То есть понимая, что Флюша, сделав килл, вот какая вероятность, да, ты сделал килл на Б, на Эка, и вроде как оппонент по логике не должен идти на Б, да, то есть по идее он должен развернуться и уйти на другую позицию. Но, сделав паузу, Норс, конечно, грамотно, грамотно здесь похолдили, и в итоге выходят на точку Б, бомба устанавливается, ну и здесь Флюша нужно сейвить. Непонятно, куда он идет, если честно. Он пошел в китчене, погиб. Ну, есть деньги уже, наверное, на следующий раунд. Хотя ТР-300 можно и МП-45 купить. А не проще было бы с Галилом? Раскидка. Галил очень неплох. Галил, кстати, очень так напоминает мне М-ку, вот эту без глушителя. Даже на 5 патронов больше. Он даже стреляет, там звук стрельбы одинаковый. Такой плюс-минус. Ее МП-шка полетела у нас в руки Олаф Мейстер. Флюша будет все-таки в этом раунде с М4А4. Действует JW через мидл. Он, к слову, единственный воин на этой позиции. Пытается спрашивать через смок. Так там активных действий через позицию не предвидится. Ждут все выхода от Эйзи через underpass. Флюша у нас в шарте. JW стоит возле коннектора. Почему-то только с другой стороны. Хотя Флюша довольно открыто играет. У JW, конечно, нужно действовать ближе к ступенькам. Но все-таки закрывается Флюша смоком. И тогда уже, конечно, JW нет смысла проявлять агрессию. Олаф тут на B подозревает, возможно, что-то. Но позиция у него такая убойная. И учитывая то, что у МПшка в руках, тут, конечно, можно натворить делов. Олаф Мейстер прочекал. Увидел. Сейчас готовит раскидку Норс. Хорошая флешечка. Мэджикс Бой съел контрфлешку. Так, и вот он выход. Посмотрели друг на друга просто. Какая ошибка, Квандо Норс. Ошибается. Это уже три минуса от Олаф Мейстерной компании. И залетает хэтрик от Олафа Кьебера. Ну и последний Кэджин Ви, который должен был закрывающим играть в этом раунде. Заходя через Зиг. Он-то через него зайдет. Но что он здесь увидит? Уже всех игроков команды Фнатик на этой позиции. Только вот один Деннис будет заходить в спину. Но его услуги не понадобятся. Потому что JW находит успешным выстрелом в голову оппонента. 14-5. Есть еще 9 раундов преимущества, которые нужно отыгрывать Фнатикам. Для того, чтобы хотя бы выйти на временную ничью. Есть АВП у JW. Наконец-то вот смогли накопить Фнатик. Ну много ли вот они возьмут раундов в атаке? Потому что, если честно, вот этот выход от Норс на точку Б не очень мне понравился. Но я думаю, что парни тут недолго будут исполнять подобные вещи. Скорее всего, раунд 2. И мы должны увидеть от них что-то стоящее. В этом раунде уже неплохо от Кэджин Би. Он прочувствовал момент. Увидел, что у нее есть возможность выйти с Ямы, с АВП. И вот так вот сделал антрекил. Упал у нас Доктор Кримс. Ну там в полупозиции словил его Кэджин Би. В целом у нас хороший респаун был реализован под точкой А. Тут же разрешили все-таки отойти Кэджин Би, который уже действует по миду. И, соответственно, конфиг пока что собирает инфу на А через дом. Соответственно, возможно, здесь будет ключевой минус. В целом мы видим, что команда Норс готова зайти на точку А. И здесь Флюша может оказаться вне позиции. С двух сторон его могут зажать просто на ровном месте. Он выходит сам на Кэджин Би, забирая тот же Мэджин Бой. Вместе с МСЛем размен. В ИВ. Если честно, мне непонятен вот этот вот поджим от Флюши. Почему? То есть чем, опять же, обоснован этот поджим? Ситуация 4 в 4. Ну, окей. Но инфы от Норс нету по карте. Абсолютно. Они не давали никакую информацию. У них была пауза. Соответственно, поджим Флюши это тоже довольно такое решение спорное. Денис решил тут взять, видимо, продал всех. И решил взять раунд 1 в 3. Так, сложно ему будет на самом деле. Мэджин Бой рывается. И хорошим хатшотом отправляет последний, возможно, раунд своего противника. Потому что нет сейчас нормальных вообще девайсов на руках у шведов. Понятно, что ЕМПшка. Фамос тоже появляется. Диггл у Олаф Мистера. Сэзэшка от Флюши. И JW тоже оформляет второй армор и решает. Вот 2 тысячи. Что я могу купить? Ну, это только диггл и раскидка. Понятно, что хотя бы одни дефузы нужны команды Фнатик для того, чтобы хоть как-то выжить. Но получится ли? Это будет сложнейшая задача сейчас. Особенно учитывая то, что JW отдался здесь на миде. Керджин Би хороший выстрел с АВП. Центральная позиция под контролем Датчан. Да уж. Очень невнятный мираж. Мы посмотрели в исполнении команды Фнатик. Ну и с другой стороны, отлично. Отлично то, что команда Норс вот так вот уверенно отыгрывает и держит какой-то уровень определенный. И не дает вот такой вот развязной вальяжной игре команды Фнатик, не дает возможности выиграть на этой карте. То есть, в общем-то, можно сказать, что Датчане обыгрывают своих оппонентов очень уверенно. В этом раунде ситуация 5 в 3 и я не знаю, что здесь может спасти команду Фнатик. Тем более, опять же, вспоминая там раньше, да, вот этот же состав, более там какие-то тоже сложные ситуации, до конца не было понятно. Ну и здесь, кстати, тоже Денис делает минус по Яме. Ситуация 3 в 4 и вот если пойдут на А, то могут быть проблемы, потому что здесь Кримс и нет. Все, Денис. Денис, только одного МСЛ забирает тут же, а ВП атаки не молчит. Последний флюш от СЗ, первый армор, выпад через джунгли, там еще лежит Смоук. Ну есть еще и МП-45, но в целом это, скорее всего, 16-5 и разгром команды Фнатик. И это то, о чем мы с тобой говорили, то, что попали против более сплоченного, более серьезного коллектива и тут же получили по зубам. Ну что ж, мы поздравляем команду Норс, которая начинает пятый сезон Весельпро Лиги с победы и с победы на стиле. И у них действительно все получалось в рамках этого миража. А дальше вот Уверпасс и дальше уже Фнатиком.